Качество перевозки пассажиров в Ленске оценили сотрудники ГИБДД. Инспектора провели рейд и проверили техническое состояние автомобилей и соблюдение таксистами правил перевозки. На самый оживленный участок дорожной сети города сотрудниками отправилась и наша съемочная группа. В процессе рейда предстояло проверить водителей такси на наличие путевых листов, разрешение на осуществление деятельности и техническое состояние автомобиля. Первым совместным рейдом службы такси были проверены на наличие путевых листов. За час инспекторами ГИБДД было проверено порядка 15 машин. У всех водителей путевой лист был выписан на 25, а то и 26 часов. Несложно понять, что перевозчик осуществляет свою деятельность круглосуточно, что является нарушением закона о режиме труда и отдыха человека. Но доказать, что каждый из проверенных водителей действительно работает круглые сутки довольно сложно. Поэтому привлечь за данное нарушение к административной ответственности владельцев служб тоже невозможно. При проведении рядовых мероприятий, при проведении работы по нелегальным такси, было выявлено, что водители такси осуществляют деятельность с нарушением требований правил режима труда и отдыха водителей. То есть, путевые листы были выписаны на 20 и более часов. По данным фактам будут выданы предписания должностным юридическим лицам по недопущению данного вида правонарушений в соответствии со статьей 20 федерального закона 196 безопасности дорожного движения. Сами же владельцы таксомоторных служб, за исключением Андрея Иванского, директора такси «Карат», прокомментировать эту ситуацию отказались. Путевые листы выписываем на сутки, так как утром выпускает механик, выпускает медик и вечером в 9 вечера проверяет. Водитель работает сутки, но по разрывному графику, вот этот период, когда водитель идет на обед, на ужин, просто отдохнуть по своим делам, они из расчета трудовых вычитаются. Помимо путевых листов, инспектора проверили наличие разрешения на перевозку легковым такси, пассажиров и багажа. Всеми водителями такое разрешение было предоставлено инспекторам. В этом пункте нарушение не было выявлено. Также во время рейда мы обратили внимание и на внешний вид автомобилей. Он, конечно, оставляет желать лучшего. Садиться в такой предоставленный по вызову автомобиль, мягко говоря, неприятно. Почему в таком состоянии? Потому что обращаемся в страховую компанию, страховые компании минимум 30 дней выплачивают по страховым полисам. И вот эти 30 дней мы ждем выплаты. Выплаты произвели. Если выплата недостаточная для ремонта, то приходится добавлять свои. Хочется сказать, что за все выявленные нарушения, проявляющие какую-либо ответственность владельцы служб такси, невозможно. Нет закона, где было бы прописано, что за внешний вид, брончащую подвеску и путевку, выписанную на сутки, предусмотрена административная ответственность. Техосмотр пройден, значит машина исправна. Внешний вид, все составляющие корпуса на месте. А в каком состоянии это уже получается неважно. Путевка, да, выписана на 24 часа. Ну так, по словам владельцев фирм, сутками работают абсолютно все такси России. И проверка была не одна, и вопросов ни у кого не возникло. По итогам рейда инспекторами ГИБДД будут составлены лишь предписания в адрес руководителей служб на устранение всех выявленных нарушений.